Вот то, что там, видите, знак, написано «Монарх Трейл». Не то, что там монархи какие-то прячутся от законной, так сказать, кары со стороны революционного народа, да. Монарх — это бабочка такая. Трейл — это тропа. Друзья, всем привет! Вы на канале «Крысиное товарищество» и с вами шоу «Болтовня» и его бессменный ведущий. Я, Леша, лысый парень и Дамир, парень в футбол «Крысиное товарищество». В шоу «Болтовня» мы рассказываем, что делаем или не рассказываем. Дамир, расскажи в двух минутах, как ты это любишь, чтобы не тратить время наших драгоценных зрителей и слушателей. Да, в «Болтовне» мы рассказываем нашим зрителям и нашим слушателям про всякие интересные вещи, которые происходят в мире. Очень часто мы рассказываем про животных, потому что мир зверей и природы, он удивительный, невероятный, но не всегда. Иногда мы рассказываем про историю, иногда мы рассказываем про науку, а иногда мы просто рассказываем какие-то философские вещи, которые нас интересуют, обсуждаем в свободном формате. Еще важная вещь, которая стоит сказать, это стоит поблагодарить наших бустеров. Их четверо, четыре прекрасных человека, благодаря которому наш контент выходит на регулярной основе уже много лет. Мы радуем вас. И, конечно же, спасибо, добрый человек, Данила Пулек, Ролан Абрагимов. Если бы не вы, это все бы в какой-то момент закончилось. А теперь из-за того, что вы нам платите на ежемесячной основе какую-то сумму денег, у нас душа болит каждый раз, когда нам по каким-то причинам приходится откладывать выпуск, или кто-то из нас болеет, или еще какая-то техническая накладка. Из-за этого мне теперь всегда действительно совестно, потому что если и до этого я старался воспринимать работу над каналом Кристины Товарищеской к работе, то сейчас это работа вдвойне, потому что за нее еще и платят. И, возможно, в какой-то момент мы сможем поделиться какой-то классной финансовой отчетностью. Я не знаю, такое делают вообще ютуберы, подкастеры и так далее или нет. Но пока я могу рассказать короткую, забавную историю. Не так давно, пару недель назад, чувак мне звонит и такой, вот ты делаешь подкаст, я всю жизнь мечтал делать подкаст. И посоветуй что-нибудь. Я вообще типа не про деньги, мне всегда хотелось это делать. В итоге после второго или третьего вопроса я понимаю, что он начинает больше интересоваться в сторону финансового, как конкретно вопроса. И в какой-то момент я понимаю, что он у меня в лоб спрашивает, типа, ну а вы окупаетесь вообще? Сколько это приносит? Я такой, ну мы в минусе тысяч на триста. Типа это скорее работа для души. После этого у него интерес немножко пропал, но вот, тем не менее. Если честно, я какое-то время думал о том, что мне хотелось бы как-то зарабатывать на этом подкасте, но спустя некоторое время это даже стало, знаешь, каким-то предметом гордости, что ли, что мы абсолютно практически ничего не зарабатываем. Ну нет, я не хочу обесценить участие наших бустеров. Спасибо вам большое. Нам приходят какие-то деньги, но я имею в виду, что это даже не отбивается месяц к месяцу. Просто это говорит о том, что ты делаешь это не ради денег на сто процентов. И не ради славы, и не ради признания, а потому что у самурая нет цели, есть только путь. Да, и есть кайф. Мы делаем это ради кайфа, потому что я кайфую от каждого выпуска. Надеюсь, и вы сегодня получите определенное удовольствие. А на этом, не растягивая, будем начинать. И поехали. Начать хотелось бы с того, что слышал ли ты когда-нибудь... Что ты вообще знаешь про бабочек? Давай так, начнем прям максимально. Про бабочек. Мое первое знакомство с бабочками было в моем детстве. Это были белые бабочки, которые живут один день. По-моему, они назывались капустницы. Правильно? Или однодневки. Я их собирал в банку и надеялся, что они там будут жить. И только потом я узнал, что они умирают в банке не из-за того, что я их туда посадил, а из-за того, что они живут один день в целом. Это было моё первое детское разочарование. Вот. Ну и в целом я про бабочек знаю не так много. Я знаю, что они появляются из гусениц, хотя я не уверен на 100%, что все бабочки появляются из гусениц. Мне кажется, что в мире есть исключения и бабочки появляются из гусениц. Хорошо. Следующее, что я у тебя хочу спросить, видел ли ты когда-нибудь вот такую вот бабочку? Да, да. Это вторая, наверное, по популярности бабочка, которую я видел после той, про которую уже рассказал. Я хочу тебя разочаровать. Эта бабочка называется Данаида Монарх. И на территории России она, к сожалению, не обитает. Абсолютно. Хотя она действительно по окрасу и по внешнему виду очень напоминает знакомую всем нам крапивницу или бабочку Адмирала. Они в целом очень схожи по внешнему виду, но... Она называется бабочка Адмирал? Нет, она называется Монарх. Не-не-не, я имею в виду вот ту бабочку, которую мы все видели и которая очень похожа на эту бабочку. Она называется бабочка Адмирал? Бабочка Адмирала или Крапивница. Они по окрасу схожи. Я сейчас могу тебе продемонстрировать. У меня есть прям тоже на быстрой ссылочке и внешний вид. Да не-не, меня просто очень удивило, что у этой бабочки, которая казалась нам чем-то повседневным, такое высокопарное название. Слушай, ну, я всю жизнь знал, что это бабочка Монарх. И поэтому, когда я начал читать подробнее про бабочку Монарха, я очень удивился, когда узнал, что они не обитают на территории России вообще. И что их просто мы в детстве спутали с бабочкой Адмирала, наверное. Или с простой Крапивницей. Ну, в общем, все эти картинки вы сейчас видите, возможно, с подписями даже на экране, если смотрите этот выпуск на Ютюбе. Спутать их, на мой взгляд, достаточно легко, особенно если вы не являетесь зондаком в бабочках. Собственно, наиболее многочисленные популяции бабочек Монарх обитают в Америке, в Северной в основном. Но также эти виды встречаются в Африке, в Австралии, в некоторых странах Европы, в Швеции, в Испании. И в целом они обитают в садах, в которых есть достаточно много цветов с таким странным названием ваточник. Это очень забавно, почему я хочу сакцентировать на это внимание, просто это прикольный пример того, как работает природа. Собственно, эти бабочки, как ты упомянул, что многие бабочки появляются из гусениц, возможно, все эти не исключение. И гусеницы как раз питаются ваточником, бабочки, точнее, когда личинка становится бабочкой, она тоже питается ваточником. А ваточник это токсичное растение для большинства птиц. Оно вызывает тошноту и в некоторых случаях при передозировке может вызвать даже сердечный приступ. Что просто прикольно, как природа защитила одних созданий от других созданий, от их природных врагов. Вот, достаточно умно. Монархи принадлежат к семейству нимфолидов. Спросишь ты меня, чем отличается семейство нимфолидов от других семейств бабочек отличается. Они тем, что две передние лапки у них укорочены по отношению к остальным. Я не знаю, что это тебе дает с точки зрения познания бабочек. Я, знаешь, поймал себя. Мне важно было хоть что-то уточнить. Да, я поймал себя на мысли, что у меня сейчас было такое ощущение, как будто я включил просто дискавери, и там что-то идет, поэтому у меня даже не возникло желание задавать какой-то вопрос, потому что я не привык разговаривать с телевизором. Блин, ну я надеюсь, что будет все-таки больше интерактива, я в некоторых местах оставил возможности для этого интерактива, чтобы не было так, что... Это скорее комплимент, потому что ты таким размеренным, стройным голосом говорил очень умные слова, большинство из которых я не понимал, что у меня получилось полное ощущение, что я просто включил какой-то телеканал про животных. Ну, это познавательно, что я могу тебе сказать. Спасибо. У меня, на самом деле, есть небольшое лирическое отступление на эту тему, потому что обычно, когда я готовлю какую-то тему, особенно тема, которая мне суперинтересна, как, например, было про русских эмигрантов из Рыбинска, которые построили Голливуд у нас на канале, можете посмотреть, классный выпуск получился. Я настолько, ну, детально готовлю скрипт, сценарий, что там, ну, типа, одно цепляется с другое, и я понимаю, что может быть сложно в какие-то моменты, ну, типа, вторгаться, перебивать, задавать точняющие вопросы. Вот, и мне как бы грустно, что в таких выпусках все идет одно за другим, и я просто, типа, бомблю текст, а потом ты такой, да, было классно. Вот, короче, я буду, я в этот раз старался оставлять тебе логические моменты, где ты можешь вторгнуться и позадавать вопросы, и доказать, что не так хорошо, ты всегда можешь сказать, а что же тогда так, спросишь ты меня, и как будто бы зададут тебе вопросы, хотя я просто внимательно слушал. Хорошо. Давай продолжаем. Возвращаемся к монархам. В целом, название монарх появилось в 1874 году. И американский энтомолог Самуэль Скудер, мужик из Бостона, который сделал достаточно много всего для изучения членистоногих, он написал около 2000 новых видов, он назвал эту бабочку одним из самых крупных и сказал, что они могут править обширными угодьями, поэтому действительно достойно монарха, и поэтому назвал ее монарх. Есть еще несколько теорий, почему бабочку назвали монарх, например, в честь Вильгельма III, каких-то детальных комментариев на эту тему я не нашел, но моя догадка, она, возможно, правильная, возможно, нет, связана с тем, что окрас бабочки чем-то напоминает или Геральдику, или цвета Вильгельма III, возможно. Слушай, а ты упомянул, что они управляют какими-то территориями, или бабочек есть прям территории? Про это? Это, собственно, самая важная территория. Ты оставил мне пространство для вопроса, но не будешь его сейчас на него отвечать, потому что пока не время, я понял. Ты можешь вырезать этот вопрос и вставить тогда, когда придет время. Нет, мы перейдем к этому буквально сразу после следующего факта. Как говорил Сэмуэль Скудер, который дал название этому виду, этих бабочек, он говорит, что она одна из самых крупных и правит обширными территориями, несмотря на это она весит всего полграмма, и размах ее крыльев достигает там 8-10 сантиметров, что не очень много. Хотя он говорит, что, ну то есть, явно где-нибудь в Австралии есть более крупные бабочки. Но, несмотря на это, бабочка-монарх является единственным известным насекомым, который ежегодно в ходе миграции может преодолеть межконтинентальные расстояния, а именно Атлантический океан, например. Собственно, поэтому мужик из Бостона в 1874 году сказал, что она правит обширными территориями. Нет, это правда впечатляет, потому что то, что бабочка в целом может преодолеть, я бы даже не сказал, вообще океан, это как будто невероятно для бабочки. Даже если она просто может преодолеть огромное расстояние над сушей, это уже кажется странным. А океан, это кажется... А на какой высоте летают бабочки, ты не знаешь? Они в целом летают на высоте близкой к земле 3-4 сантиметра, но конкретно эту бабочку застегаль находили на высоте 3500 метров над уровнем земли. То есть это, считай, бабочка-самолет? Да, бабочка-самолет. На самом деле я сказал, что это единственное насекомое, которое может пересекать такие расстояния. Но тут я немножко слукавил просто, чтобы это звучало громче и круче. На самом деле это одно из немногих насекомых, потому что, ну, собственно, в статьях, по которым я изначально готовился, было написано, что это прям единственное-единственное, потом я нашел более новые статьи, там, от 2014 года до 2020 года, и там было указано, что есть еще стрекоза, которая называется рыжая бродяжница, которая также может пересекать... Ну вот почему-то стрекоза меня не удивляет, что может пересечь океан. Может быть, потому что она летает над водой и, типа, питается водой? Возможно. Кстати, ты сказал, что удивительно, что бабочка может по суше преодолеть такое расстояние, но мне кажется, если это какие-то многокилометровые поля с цветами, то она может просто от цветка к цветку лететь. Мне просто всегда казалось, что быть бабочкой это невероятно опасно, потому что у тебя яркий окрас, у тебя большие крылья, и абсолютно все хищники сразу летят к тебе. И поэтому я думал, что бабочки живут так мало, ну, я про тех бабочек, про которых я знаю. По этой причине. Потому что я думал, что они, типа, не приспособлены для того, чтобы долго жить. Что они, как бы, будучи бабочками, проживают маленький кусочек своей жизни, чтобы выполнить важную часть размножения или чего, я точно не знаю. Но у них много рисков, и поэтому меня удивило, что они могут так далеко лететь. Ты очень правильно попал в тему продолжительности жизни, потому что это ключевое, о чем мы сегодня будем говорить в контексте миграции этих бабочек. Собственно, давай поступательно. Бабочки эти мигрируют в южном направлении, начиная примерно с августа, до первых заморозков преодолевают 3-4 тысячи километров. Как я уже сказал, обитают они в основном в Северной Америке, есть наибольшие их ореолы обитания, представленные именно там. И, собственно, ближе к зиме они мигрируют в Калифорнию, Флориду и в Мексику. Вот, соответственно, ближе к теплу, там зимуют, после чего некоторые из них возвращаются назад. Также есть бабочки австралийские, например, которые, наоборот, из более жарких регионов перемещаются в более прохладные, потому что там комфортнее. То есть, таким образом они балансят температуру, в которой они постоянно пребывают. Да, я хотел задать тебе вопрос, почему они улетают из Калифорнии на север. Ну, как бы, знаешь, на самом деле этот вопрос никогда не давал мне покоя. Сейчас мы немножко отвлечемся от тем бабочек. Птицы, которые улетают на юг, я никогда не мог понять, зачем они возвращаются опять на север. Ну, типа, на юге классно, тепло. Потому что там становится слишком жарко. Ну, ты уже ответил на мой вопрос, когда я сказал про австралийских бабочек, поэтому это было просто лирическое отступление. Но был бы я птицей, я бы остался бы на юге. Потому что зачем лететь, если и так все классно? Знаешь, лучше, когда слишком жарко... Нарушить все природные циклы. Ну, да. С другой стороны, возможно, это часть их жизни, знаешь. И лететь куда-то, это не только потому, что холодно или жарко, а потому что это путешествие. В случае бабочек-монархов это действительно так. И это хорошо подвязывается к нашему основному, не знаю, негласному слогу нашего подкаста, про то, что у самурая нет цели, есть только путь. Продолжительность перелета намного больше времени их жизни. Потому что в целом эти бабочки-монархи живут в районе двух месяцев. В целом. И из которых две недели они гусеницы, потом уже становятся бабочками и приступают к миграции. Подожди, а живут они сколько? Они живут два месяца. А летят? А летят несколько недель, но смысл в том, что они могут улететь, но в отличие от Карлсона не могут вернуться. А, мне просто послышалось, как будто бы, что ты сказал, что время перелета больше, чем продолжительность их жизни. И у меня... Да, я так и сказал, слово в слово, но имея в виду, что улететь туда и вернуться обратно. А, в смысле перелета туда-обратно, а не в одну сторону. Просто если был бы в одну сторону, то я даже затрудняюсь себе представить, как это может быть. Только если они несут гусениц, типа, знаешь, во время полета, пока они превращаются в бабочек. Такое, кстати, тоже может происходить, если они летят не над водоемами. Они спокойно могут в ходе перемещения откладывать личинок и таким образом распространяться по территории Северной Америки, где они обитают, например. Но они не могут вести своих или нести своих личинок. Нет, в отличие от тех птиц, про которых ты сейчас сказал в прошлый раз. Прошу прощения за... А еще одну отсылку к предыдущему выпуску, если не слушает ли, послушайте. Там прикольные птицы, которые у себя подмышками носят своих птиц. Слушай, знаешь что? Я думаю, что у этих птиц очень большой... Очень большой конфликт поколений. Потому что каждое поколение, оно... Ну, знаешь, отец говорит сыну, я летел половину своей жизни, а ты здесь в комфорте сидишь и живешь. А потом тот, который был... Сидел, он говорил, вот я всю свою жизнь жил в одном месте, а ты куда-то полетел, чтобы полжизни лететь. Мне кажется, что это неразрешимый конфликт, потому что каждое поколение, оно либо летит, либо не летит. Правильно? На самом деле, да, у них... Но это не конфликт. Это органично, в природе все устроено, потому что каким-то абсолютно невероятным образом бабочки всегда возвращаются на то же самое место, откуда мигрировали их предки. Ученые до сих пор не понимают, как это происходит, но вплоть до дерева бабочки, которые никогда не были в этих местах, потому что они родились в другом месте, они возвращаются туда же, откуда прилетели их предки. Интересно. И вот это самое невероятное, на мой взгляд, что происходит. Знаешь, у меня был вопрос, но, наверное, у тебя нет на него ответа, потому что никто не занимался такими исследованиями, я предполагаю. Если есть дерево, на котором живут бабочки, они улетели, а ты это дерево выкопал и переместил его типа на... Они вернутся на то же или нет? Ну да, на километр, например, или на 500 метров. Они сядут на это дерево или они сядут там, где было дерево? Ну, я думаю, они точно не сядут там, где было дерево, потому что им нужно сесть туда, где есть нектар. Логика такая. Ну, да, логично. Слушай, блин, а представь такая драма, что они улетели, а потом вырубили какое-то место люди, построили там дома, они возвращаются. Это большая проблема. Это большая проблема, о которой я хотел сказать позже, но раз мы к этому уже подошли, я могу сказать сейчас. Бабочки Данаид Монарх внесены в Красную Книгу сейчас, потому что именно из-за того, что начали вырубать места, откуда они типа уехали и не успели вернуться, в момент, когда они вернулись, этих деревьев не было, и их колонии начали просто разрушаться, и они начали вымирать. Они не могут переместиться на соседнее место, если они вернулись, а их дом разрушен? В теории могут, они так и сделали, но путем проб, ошибок и смертей огромного количества особей. И тем не менее ученые, которые их изучают, они обратили на это внимание, и сейчас в местах, куда мигрируют эти бабочки, разбили специальные экопарки, наверное, так это можно назвать, которые защищены законом, которые нельзя вырубать, и именно так поддерживают жизнедеятельность, популяцию бабочек-монархов. Что классно тоже, потому что, во-первых, это спасает природу, во-вторых, это поддерживает бабочек-монархов, и они действительно мигрируют из одного места в другое, и это охраняют законом. На самом деле я как раз хотел сказать, что неужели они вешают на деревья таблички, что типа здесь дом бабочек, которые улетели, но обещали вернуться, но ты уже ответил на мой вопрос. Но вообще, да, это действительно очень не свойственно для бабочек. Я думаю, что многие птицы сталкиваются с такими проблемами, потому что все-таки птицы живут дольше, и они летают, и когда они возвращаются в то же место, где они жили, мне кажется, часто бывало такое, что они куда-то прилетают, а там поселился человек и испортило место обитания. Но то, что такое может происходить с бабочками, это удивительно. Смотри, еще важный момент, что произойдет с бабочкой, которая родилась в конце лета и еще не готова к тому, чтобы преодолеть большие расстояния в 4-5 тысяч километров. У них есть способность впасть в литургический сон или диапаузу, так называемую. Соответственно, что происходит? В этот момент бабочка впадает как будто бы в спячку, ну то есть зимовать в спячке, не перелетая, они могут. Они просто, ну как бы, замедляют все свои жизненные процессы и тем самым сохраняют себя до следующего сезона, где они могут опять размножаться, уже не перелетая. Ну то есть такая функция у них тоже есть, по-моему, в выпуске про муравьев ты рассказывал про подобный механизм, когда существо может сохранить себя, замедлив все свои внутренние процессы. Эти бабочки тоже такое умеют. Спросишь ты меня, Демир, как же бабочкам удается совершить это удивительное путешествие? И как они находят ориентир, куда лететь? Потому что, как ты заметил, бабочки достаточно, ну, во-первых, они подвержены опасностям, потому что они яркие, они маленькие, их может сдуть, их может что-то, ну, если кто-то раздавит, я думаю, им уже будет все равно, они никуда дальше не полетят. Но как им не сбиться с пути? Как им не сбиться с пути? И учеными было установлено, что все дело в солнце. У них в усик-хантеннах есть биологические часы, которые определяют направление солнца. И важный момент, что они совершают перелеты только в дневное время, только во время дня, когда солнце, потому что только так они могут ориентироваться лучше в пространстве, и когда темно, у них их солнца, датчики не работают. Дополнительно, у них есть в груди магнитный компас, так называемый, который измеряет наклон магнитного поля Земли. Благодаря этому они точно знают, куда они летят, зачем они летят, сколько им еще остается времени до точки. То есть солнце и магнитный компас в груди. Блин, вообще, конечно, звучит очень по-супергеройски, знаешь. Звучит очень классно. Типа, что... На самом деле, правда, вот эти вот магнитные компасы и все остальное открытие достаточно сравнительно. Недавно, опять же, 2014 года, потому что, опять же, статьи, которые я читал изначально, там писали, что ни один ученый до сих пор не знает, почему, но, возможно, это связано с магнитным полем Земли. Более свежие статьи, которые я нашел, и как раз исследование 2014 года, на которое я ссылаюсь уже не первый раз, говорят о том, что все-таки у них есть такое устройство, как оно работает, до конца непонятно, но явно оно и может зафиксировать изменение наклона магнитного поля Земли. Простите, я перебил, что ты хотел сказать? Да, нет, я хотел сказать просто, что у меня сразу появляются фантазии в разрезе какого-то супергероя, которого укусила бабочка-монарх, и теперь у него есть суперспособности, теперь у него есть магнитный компас оси Земли, и, как ты это сказал? Солнечные усы. Солнечные датчики в усах. Короче, я не могу придумать, как он будет это использовать в своей борьбе со злом, но звучит очень впечатляюще. Но на самом деле такой уже был, правда, не супергероя, а суперзлодей в мультсериале, который выходил на Эдлсвим под названием Братья Вентура, может быть, смотрел что-то такое, подважно-два у нас показывали, он выходил на картон-нетворк и на Эдлсвим, был злодей по имени Монарх, и он, собственно, был одет в костюм бабочке Монарха, и свою банду тоже одел в такие костюмы. Вы сейчас можете видеть фотку на экране. Ну, видишь, уже все, все, что я придумал, уже кто-то придумал. Я по жизни... но он не обладал датчиками в усах. Он не обладал датчиками усах этого первого. Во-вторых, тоже не обладал, потому что тот мультик, он выходил, я думаю, в начале двухтысячных, плюс-минус, и тогда еще не было таких исследований. Так что, Дамир, у тебя все в руках. Я могу просто вырезать это при монтаже, чтобы у тебя была идея для твоего следующего супергеройского фильма. Окей. Окей. Дополнительные, просто впечатляющие факты, могут лететь со скоростью до 50 км в час значительно быстрее при попутном ветре. Ну, то есть, поскольку бабочка легкая, если ветер дует, она может лететь еще быстрее. Также они могут лететь более чем, пролететь более 600 км над водой без остановки. Могут лететь без остановки в течение 16 часов. Это тоже ученые каким-то невероятными живодерскими, скорее всего, образами замеряли. Но самое важное, на мой взгляд, и самое клевое, и самое интересное, что они действительно мигрируют. У них за жизнь одно большое путешествие, скорее всего, которое они должны преодолеть. И они его из раза в раз преодолевают и возвращаются всегда в одни и те же места, возвращаются туда, где были их предки, где были их прадеды, и мигрируют из одной точки в другую. Это длится бесконечно. Это действительно классно. И даже что-то метафорическое в этом есть. Как будто бы каждый из нас, перемещаясь, возможно, из точки какой-то жизненной или географической, мы все равно рано или поздно возвращаемся к истокам. Да, я немножко задумался на тему традиций, но я не готов пока что высказать развивать эту тему высокопарное утверждение. Я просто думал, что я скажу что-нибудь красивое в конце, что кто-то там как бабочка-монарх придерживаются своих традиций. В конце у меня есть наша любимая рубрика спаривания разных животных, которую мы от выпуска к выпуска болтовни используем достаточно успешно, потому что это всегда интересно посмотреть и послушать, как занимаются сексом те или иные живые существа и как это отличается от того, как мы привыкли заниматься сексом. Так вот, важны тут будут такие основные точки, которые хочу подчеркнуть. Первое, спаривание происходит незадолго до миграции. И важно, что в нем задействованы феромоны, которые распыляет самка. Спаривание состоит из двух фаз. Воздушная и наземная. Да, мир, ты слушаешь меня внимательно, да? Во время воздушной фазы самец преследует самку, толкает ее крыльями и манит вниз. Собственно, после того, как воздушная фаза пройдена, начинается наземная фаза. Во время наземной фазы самец передает самке мешочек с семенем. И этот мешочек дает самке помимо оплодотворения еще и энергию, которая помогает ей в процессе кладки яиц и в процессе миграции. Знаешь, у меня ощущение сейчас создалось, что как будто ты своему ребенку рассказываешь, типа, знаешь, что есть воздушная фаза, есть наземная фаза, мешочек с энергией. Слушай, терминология. Нет, я помню, что это про бабочек. Он реально передает и мешочек, который не просто ее оплодотворяет, а еще и дает энергию на то, чтобы успешно мигрировать после родов. Ты понял? Окей, я не очень себе представляю, как выглядит мешочек с энергией, но... Это мешочек с семенем, но в семени есть дополнительная энергия. Окей, хорошо. Друзья, с вами был подкаст «Кресиное товарищество», шоу «Болтовня». Вы услышали про бабочку монарха. Спасибо, Леша, за невероятную историю. Спасибо вам за то, что вы послушали и посмотрели. Ставьте лайки, пишите нам комментарии или отзывы, подписывайтесь на наш Boosty. На Boosty вы можете поддержать нас финансово и сделать наш подкаст чуть более прибыльным, чем он есть сейчас. Как мы говорили вначале, сейчас он абсолютно неприбыльный, но нас-то абсолютно не расстраивает. А мы еще хотим сказать спасибо нашим преданным бустерам. Это Данила Пулек, Ролан Ибрагимов и Добрый Человек. Спасибо вам, ребята. Вы внушаете в нас надежду, что когда-нибудь этот подкаст окупится. Да, рано или поздно, если мы перестанем в него вкладывать деньги, но если мы перестанем в него вкладывать деньги, мы не сможем оплачивать SoundCloud, это просто замкнутый круг и змея, которая кусает себя за собственный хвост. Бажные небольшие дополнения. Стоит, если пишите комментарии, писать их больше трех слов от четырех и больше, потому что только так YouTube нас лучше рекомендует в выдаче и больше людей получает возможность послушать про бабочку монархов и насладиться нашими барханными голосами. Также, конечно, лайки нужно ставить обязательно, потому что это второй параметр, по которому YouTube продвигает видео в рекомендациях. И я хотел поделиться классной статистикой, на самом деле меня она впечатляет, она никак не связана с бабочками, она связана с каналом Красивные товарищи, на котором вы сейчас находитесь, на котором мы находимся уже третий год или четвертый год? Четвертый год? Наверное, четвертый год. Я не знаю. С 20-го это третий, наверное. Каждый новый выпуск приносит нам несколько новых подписчиков, что удивительно. И это значит, система рекомендаций работает, значит, что вы пишете комментарии правильно, если вы будете это делать чаще, активней, продвижение будет происходить еще лучше. В общем, немножко просьб от нас для вас, вот, и на этом всем хорошей недели, увидимся, услышимся, Дамир, спасибо тебе, что меня выслушал, поддержал и тоже впечатлился историей про бабочек-монархов, и на этом всем пока и отличной недели. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok